Татьяна, прошу, на связь. Ну, как будто можно и начинать. СНИП, СНАП, СНУРЭ, ПУРРЭ, БАЗИЛЮРЭ. СНИП, СНАП, СНУРЭ, БАЗИЛЮРЭ. И действительно, это звучит иногда как некое заклинание. Поэтому сегодня у нас было немножко неофициальное, может быть, вступление. Всех рада приветствовать сегодня на нашем вебинаре. И давайте по традиции проверим, хорошо ли видно, слышно. Виден ли рабочий стол? Поставьте, пожалуйста, традиционные плюсики, минусики, знаки равно. Ага, спасибо, отлично. Ну, тогда и начинаем. Да, про презентацию в преддверии вопросов, будет ли презентация, можно ли скачать. Презентацию открыла, скачать можно. И не откладывая в долгий ящик, пожалуй, сразу и начнем. Сегодня мы продолжаем разговор о наукометрических показателях. Было у нас пара вебинаров, когда мы говорили про вебометрию, альтметрики. Мы затрагивали и раньше этот вопрос. Ну, вот сегодня такой завершающий, наверное, вебинар по этой теме. И мы... Это обзорный вебинар, поэтому очень глубоко в расчеты, в особенности наукометрических показателей мы вдаваться не будем. Я вам скажу, почему моя задача сегодня, это просто познакомить вас с тем, что вообще творится на рынке наукометрических показателей, на рынке в кавычках, конечно. И дать вам ту информацию, которая помогла бы вам сориентироваться в этих вопросах, если с этими показателями вам придется сталкиваться. В конце я вам покажу информацию, где можно находить различные формулы и различные описания в тех показателях, с которыми мы сегодня познакомимся в обзоре. И постараюсь предоставить вам этот доступ к этим источникам. Будет полезно для тех, кто либо занимается и планирует серьезно заниматься этим вопросом, либо для научной деятельности, либо по долгу службы. И, может быть, пишет статьи, а может быть, и для диссертации тоже пригодится. Ну, такой список источников я делала для себя, но постараюсь показать его сегодня вам и, возможно, поделиться с вами. И наукометрические показатели используются как индексы результативности научной работы. Считается, что они должны давать объективную оценку работе исследователей, научно-исследовательских организаций, учебных заведений, в первую очередь высших. Используются они во всем мире, но не во всем мире одинаковы. Хотя есть такая визитная карточка наукометрических показателей современного исследователя. Те индексы, которые чаще всего применяются, это общее число публикаций, индекс цитируемости и индекс Хирша. И каждый год в наукометрии разрабатывается и опробируется на практике огромное количество, по данным, до нескольких десятков различных показателей, в том числе и для отдельных направлений науки, социально-гуманитарные, естественные, технические, компьютерные, да, компьютер-сайенс, которые основываются не только на цитируемости публикации статей. Ну, можно сказать, что это уже такой своеобразный тренд, что ли, пошел. Цитируемости уже мало. И связано это с тем, что предложенный в 2005 году индекс Хирша, основанный на цитируемости, и повсеместно применяемый, он обладает рядом недостатков, и эти недостатки все больше накапливаются. И вот на сегодня специалист по наукометрии выделяет, как правило, два таких основных недостатка. Легкость вычисления наукометрических показателей, ну, та визитная карточка, о которой мы говорили, например, это, конечно же, плюс, легко посчитать, но при этом и огромный жирный минус. Велик риск их неадекватного использования в качестве единственного такого критерия оценки научно-исследовательской деятельности. Действительно, она многоаспектна и многогранна, и одним цитированием все померить просто невозможно. Это одна из проблем. Ну и вторая, конечно, связана с тем, что если есть правило, его можно обойти. Если есть жесткое требование, надо подумать, как его выполнить с наименьшими затратами усилий. Речь о накрутке показателей различными способами. Опять же, это минус. Но часто это делается не по велению души, а по жестокой необходимости. Когда использование наукометрических показателей в качестве критериев оценки научной деятельности становится единственным критерием, от которого зависит и карьера, и финансовое положение, и много чего еще, то это провоцирует авторов к тому, чтобы показатели накручивать. Ну а что еще остается делать? И вот эта обеспокоенность, она нашла свое отражение в Лейденском манифесте. Кстати, сегодня у нас 26-й, да вот три дня назад, 23 апреля, был, можно сказать, почти юбилей. Этот манифест был опубликован группой зарубежных ученых, занимающихся вопросами наукометрии, во главе с Дайаной Хиггс и Паулем Волтерсом, в журнале Nature в 2015 году, 23 апреля. Ну, в следующем году будет пятилетний юбилей. И они в этом Лейденском манифесте отразили очень важный момент. Они постарались сформулировать 10 принципов, которыми необходимо пользоваться и на основании которых необходимо выстраивать деятельность по управлению оценкой научных исследований. Лейденский манифест, можно найти ссылку на втором слайде. Ссылочку я вам оставлю, да, презентацию можно уже скачать, она у вас в ресурсах, и это вот прям ссылка на источник. И еще один момент, который они отмечали в своей статье. В последнее время набирает силу наукометрия, связанная с сетями и онлайн-комментариями, вебометрия, альтметрики, основанные в 2008 году, это Менделей, 11-й альтметриком. И, естественно, это порождает необходимость разработки новых критериев, либо использования старых, но с учетом новых изменений в ситуации. И еще, что очень важно отмечено в этом манифесте, это обеспокоенность широко распространившимся ошибочным применением индикаторов к оценке научной деятельности. Когда университеты охватывают, как они пишут, охватывают одержимость позициями в глобальных рейтингах, типа шанхайского, вебометрик, Times High Education, и индикаторы наукометрии становятся одними из тех индикаторов, на которых основываются эти рейтинги. Причем зачастую, как пишут авторы манифеста, эти списки основаны на неточных данных или произвольных индикаторах. Еще один момент, который вызывает беспокойство, это использование индекса Херша некоторыми работодателями, когда решение о карьерном продвижении или поощрениях принимается на основе соответствия тем или иным показателям индекса Херша, количестве статей в журналах с высоким импакт-фактором. Авторы манифеста относят к недостаточно корректному использованию, к ошибочному использованию этих индикаторов. В Скандинавии и Китае, например, некоторые университеты вообще распределяют средства или бонусы на основе данных количественных показателей. Они рассчитывают индивидуальные импакт-факторы и распределяют ресурсы по показателям научной деятельности или предоставляют бонусы за публикацию в журналах с импакт-фактором выше какого-то определенного числа. И вот эти злоупотребления в наукометрии стали слишком распространены, чтобы не обращать на них внимания. Видимо, с этим и связано появление такого количества индикаторов, которые есть на сегодняшний день. Новых индексов идет, видимо, поиск и, скорее всего, возможно, тенденция такова, что индекс Херш будет заменяться чем-то другим. Либо будут вводиться еще дополнительные индексы для учета. Поэтому имеет смысл посмотреть, что вообще на сегодняшний день имеется, какие есть индексы и вообще чего ждать, к чему готовиться. С этой точки зрения мы сегодня и пройдемся посмотреть, что же вообще есть на сегодняшний день и что у нас может ожидать. Особенно то, что касается в части индекса Херша. Унификацию использования наукометрических показателей в различных дисциплинах и для проведения таких экспертных мероприятий сделать достаточно сложно. Поэтому иногда индексы разрабатываются для отдельных направлений, либо по-разному считаются для разных направлений. Ну, возможно, это и правильно. И еще один момент, который был отмечен, это то, что в последнее время основной упор делается не на сравнении показателей разных ученых. Вот это излюбленное, иногда так в профессиональных группах всплывает, помериться индексами Херша. А тенденция идет к сравнению разных индексов одного и того же ученого. И на основании этой информации и проводятся сравнения, и делаются выводы. И все наукометрические показатели можно условно разделить на три. Ну, такое небольшое вступление минут на 30. И все наукометрические показатели можно разделить на три основные группы. Ну, естественно, деление условно. Это в основном те, которые предназначены для авторов организации, используются для статей журналов и универсальные, которые подходят и туда, и туда. Ну, естественно, каждый из этих индексов обладает некой степенью универсальности, поэтому я еще раз повторю, деление условно. Мы начнем с показателей для авторов и организации, то, что ближе нам всего. И познакомимся с индексом Хирша, сделаем такой небольшой обзор его семейства. Да, вот вопрос, в чем мерить в слонах или в попугаях. В какой из модификаций индекса Хирша может иметь большое значение, потому что значения будут различные. Хотя все эти показатели, они основаны именно на индексе Хирша. На нем мы останавливаться не будем. Про него мы уже говорили подробно. В одном из вебинаров разбирали, как он считается. Просто кратко напоминающей строчкой. Здесь на слайде вам вывожу, как рассчитывается индекс Хирша. И да, в одном из прошлых вебинаров мы как раз табличку и на примерах разбирали еще задачки, делали, как его рассчитать. Ну, с Елайбриори вообще просто можно зайти, посмотреть и увидеть. А вот семейство Хирша, индекса Хирша, оно достаточно многообразно. Ну, первые четыре индекса, с них и начнем. H-альфа – это наукометрический показатель, это аналог индекса Хирша. Учебный имеет индекс Х-альфа, если Х-альфа из его N-статей цитируется как минимум данное количество. Альфа, умноженное на количество статей N. При А равном единице совпадает с Х-индексом. Предложен этот индекс был Ван Эйком и Валдманом. Ван Эйк – это не тот ранее, по-моему, нидерландский художник, естественно, 2008 год. Более подробно, как рассчитывается этот индекс и на чем он основан, можно будет посмотреть в одном из обзоров, которые есть в списке источников, и к которому я вам постараюсь дать доступ. Ну, список это я вам сегодня покажу. Там это есть, поэтому более подробно, если это нужно, можно будет посмотреть там. G-индекс – это наукометрический показатель, также аналог индекса Хирша. G-индекс – это наибольшее число такое, что G самых цитируемых статей… Сейчас попробую карандашик здесь. G самых цитируемых статей получили суммарно не менее G на 2 цитирований. То есть это индекс, который учитывает статьи ученого с наибольшим количеством цитирований. Наибольшее число G-публикаций, которые все вместе набрали G2 и более цитирований. Вот этот индекс, он всегда либо равен индексу Хирша, либо его превышает, чаще всего превышает. То есть в этих попугаях наш индекс будет гораздо длиннее. И учет суммарного количества ссылок в данном случае является плюсом, потому что он позволяет принять во внимание работу с очень большим количеством цитирований, чего не хватает индексу Хирша. Работы может быть мало, а индекс будет большой. G1. Этот индекс был разработан в 2008 году Ричардом Толлом. Статья Толла тоже есть в списке, можно будет посмотреть, как он рассчитывается. И альфа-индекс – это среднее число ссылок на статьи, которые входят в Хирш-ядро. А Хирш-ядро – это как раз те самые статьи, которые учитываются при расчете индекса Хирша. Помните, когда мы выписывали в столбик порядковый номер статей, количество цитирований по уменьшению, и там, где цифры совпадают, количество цитирований и порядковый номер статей. Вот это все, что ниже, отрубалось. То, что осталось, то, почему рассчитывается индекс Хирша, это называется ядром Хирша. И альфа-индекс рассчитывает среднее число ссылок на статьи, которые входят в это ядро. Это еще не все. Понятно, что на всех показателях мы очень подробно останавливаться не будем, а просто выбираю такие наиболее интересные, наверное. Еще из разновидностей индекса Хирша. H2. Как и G-индекс рассчитывает вес наиболее цитируемых статей автора, но для любого ученого, в отличие от G-индекса, вот этот будет всегда ниже, чем H-индекс. E и индекс. Также, как и предыдущие, тоже учитывает цитирование статей в Хирш-ядре публикации, но там есть свои нюансы. Опять же, чтобы не вдаваться в формулы и расчеты, просто обращаем на него внимание, а в списке потом можно будет найти эти формулы и литературу. M-индекс. Медианное число цитирования H-статей, которые, опять же, из ядра Хирша. Это такой некий вариант альфа-индекса и попытка учитывать распределение числа цитирования из статей, которые входят в Хирш-ядро. Один из интересных, наверное, один из самых неожиданных, по крайней мере, для меня показателей, M-квэйн, как куэти. Один из способов сравнения ученых с разной продолжительностью научной деятельности. здесь H-индекс, индекс Хирша, делится на число лет научно-исследовательской деятельности. Учитывается число лет с момента первой публикации. И таким образом вычисляется данный индекс. EI-индекс – это индекс, который применяется к научным организациям. Не к отдельным авторам, а к научным организациям. Он был независимым, существует он с 2006 года, но, видимо, вслед за индексом Хирша 2005 года. Раз есть для авторов, почему бы не сделал для организации. И два автора независимо пришли к одному и тому же решению. Это Космический Прадхаб. Их, кстати, статьи по поводу данного индекса тоже есть. Нашла с расчетами и подробными выкладками. Тоже можно будет найти и более подробно с ним познакомиться. Формула здесь следующая. Научная организация имеет индекс I. Если не менее I ученых из этой организации, имеют индекс Хирша не менее этого числа I. Еще раз он рассчитывается только для организации. Но и это еще не все. Еще немного Хиршей. Какие еще есть разновидности? Причем с любой из этих разновидностей мы можем столкнуться, особенно если принимаем участие в каких-то международных грантах либо международных проектах. А так как сейчас в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий это все чаще и чаще происходит, то даже публикуясь в иностранных журналах или, может быть, сотрудничая с иностранными вузами, нужно быть готовыми к тому, что любой из этих индексов может использоваться в той или иной организации. Но это будет зависеть еще и от отрасли, направления деятельности. То есть не все они пользуются только стандартным индексом Хирша. Там могут встретиться одни из этих индексов. Поэтому к этому просто надо быть готовыми и не пугаться, если вдруг это произойдет. Индивидуальный индекс, индивидуальный H-индекс. Это когда стандартный индекс Хирша делится на среднее число авторов в статьях, которые входят в Хирш-ядро публикации. То есть, опять же, берется вот это вот Хирш-ядро на тех публикациях, которые участвуют в вычислении индекса Хирша. И этот стандартный H-индекс делится на среднее число авторов в статьях. Считается, что этот показатель должен уменьшить влияние числа соавторов публикации на индекс Хирша, который по статистике отличается в разных областях знания. Иногда доходит до... Известны случаи, когда число соавторов в статье доходит до 700-800, по-моему, 960, что ли, был рекорд человек соавторов в статье. Следующий индекс – это индивидуальный H-индекс. Вместо полного числа цитирований каждой статьи используется отношение числа цитирований к числу авторов публикации. Вот эти два верхних индекса связаны как раз с наличием соавторов и оценкой публикации, в которых есть соавторы. Следующий H-G-индекс и Q-2-индекс – это считаются накопительные индексы. Они призваны учитывать качественные характеристики публикационной активности ученого и описывать влияние работ через их цитируемость. Здесь H-индекс рассматривается как количественная характеристика, а вот эти два показателя G и Q-2 призваны описывать влияние работ через их цитируемость. То есть считается, что таким образом качественные характеристики публикационной деятельности ученого учитываются. Как, опять же, есть формулы, как рассчитываются эти индексы. Сейчас посмотрю. Ага, да, вот они у меня. Да, и M тоже туда же относится. Формулы здесь приведены. Есть две статьи, где подробно разбирается, как рассчитываются данные индексы, подробно как работают эти формулы. Мы сейчас на этом останавливаться не будем. У нас все-таки быстрый обзор. Но эти статьи я вам в конце... Они в списке есть, но на всякий случай я вам ссылочку скину, вернее, название библиографическое, описание дам, на статьи, на сборник, там можно будет, если это заинтересует, и будет необходимо, можно будет посмотреть. И в контрпореле, контрпореле H-интекс, вот его особенность в том, что он не снижается со временем. Даже если автор уже перестал активно публиковаться, в этом случае можно использовать пятилетний индекс Хирша, но он рассчитывается только по результатам цитирования за последние пять лет и не показывает активность в данный момент. Этот индекс идет с весами. То есть здесь идет присвоение весов. Публикации текущего года считаются с весом 4, а публикации, например, четырехлетней давности с весом 1. Шестилетней давности с весом 4, деленное на 6 и так далее. В остальном он аналогичен обычному индексу Хирша, но это считается, что должно мотивировать автора к продолжению публикационной активности, потому что чем свежее статьи, чем больше они цитируются, тем больше публикации текущего года, тем выше у них вес. Соответственно, это считается таким мотивационным показателем, который будет подстегивать к продолжению публикационной активности. И особенность этого индекса то, что если автор отходит от дел, то в основном он направлен на учет текущей активности автора. Ну и второй раз у нас попался наш индекс, так называемый М-индекс, связанный с числом лет научно-исследовательской деятельности, когда H-индекс делится на количество лет, прошедших со времени первой публикации, видимо, так уж сильно запал в душу, потому что никогда еще с таким не сталкивалось, чтобы как-то учитывалось временной период. Но, опять же, в основном здесь недостаток индекса Хирша, он все равно сохраняется. В большинстве из этих индексов учитываются количественные, а не качественные оценки списка публикаций. Поиск идет, но вот какие-то решения пытаются находить и опробировать практически, но пока вот ситуация такова. В основном все-таки уклон идет в сторону количественных. количественных показателей. Но и это еще не все. Пугаться не надо, каждый из этих индексов мы разбирать уже не будем. Это только то, что удалось выловить из разных публикаций, из зарубежных, особенно авторов. Что предлагается, какие индексы рассматриваются, что пробуется. И часть из этих индексов идет не в противопоставление. То, что я заметила, идет не в противопоставление к индексу Хирша. То есть взять Хирша и отменить. А как бы в дополнение. Причем не всегда они зависят от самой величины индекса Хирша. Хотя они называются H-индексы, но не рассчитываются на показателях самого индекса Хирша. Поэтому на этом значение не базируется. Поэтому часто идет такая ремарка в предложениях авторов. Использовать эти индексы в дополнение к индексу Хирша, закрывая недостающие пробелы в имеющейся системе подсчета. Только обращу ваше внимание на один индекс из этого многообразия. Вот этот I-10 индекс, это тот показатель, который используется при оценке автора в его профиле в Google Академии. В Google Академии используется именно этот индекс. Суть его проста. Число, это число статей автора, получивших не менее 10 ссылок каждое. Но недостаток, это низкая разрешающая способность для авторов с малым количеством цитирований. Если написали 100 статей, но они получили по 8-9 цитирований, до 10 мы никак не дотягиваем. Но опять же сохраняется та же самая неприятность и желание покрутить до 10. Хотя бы, как минимум. Поэтому вот семейство хиршей на данный момент, оно вот таково, оно многообразно. И это еще не все. После 40-го индекса уже начинаешь немножко уставать от поиска. Информации много, появляются все новые и новые индексы. Не все из них используются и применяются. Часть из них работает только в пределах, возможно, каких-то конкретных организаций и учреждений. Но вот такую справочную базу хорошо бы иметь, особенно если мы вдруг в процессе какого-то международного взаимодействия или сотрудничества попадем на один из этих индексов. Ну вот, собственно, такую справочную информационную базу я делаю и информацию до вас довожу с тем, чтобы можно было потом ей пользоваться. Ну и потом неизвестно, что будет с хиршем дальше. Возможно, какой-то из этих индексов станет определяющим. Либо войдет в комплект к индексу хирша, либо, может быть, будет заменен. И немножко о наукометрических показателях, используемых для статей журнала. По обзору пройдемся очень коротенько, по самым основным. Наш всем известный везде спрашиваемый импакт-фактор, самый старый, наверное, из индексов, с 1873 года. Ну, конечно, он не в таком виде, как сейчас, но вот его аналог, предшественник, прототип с конца 19 века существует и используется. Как вычисляется здесь формула, я вам привожу, еще раз напоминаю, на слайде, мы про это уже говорили. И недостаток импакт-фактора. Число всех, вот то, что у нас входит в категорию А, число всех ссылок за определенный год. И знаменатель, число B, число статей, опубликованных в этом журнале. Вот здесь недостаток вычисления импакт-фактора в том, что мы берем только статьи, берутся только статьи и обзоры, review и articles, да, но делятся на число статей, вообще всех статей, опубликованных в этом журнале, включая редакторские колонки. И получается, да, очень странно, может получиться очень странное число. Но, тем не менее, чем выше импакт-фактор научного журнала, тем выше вероятность статьи быть процитированной. Считается так, ну и, соответственно, многие организации, вузы в том числе, они вводят некоторые ограничения на публикации статей для преподавателей и научных работников, когда требуется публиковаться в журналах с импакт-фактором не ниже установленного предела. Везде он свой, везде он разный. Но вот опять же, чуть попозже покажу, что импакт-фактор не всегда в этом плане является показателем, скажем так, качества, наверное, работы или востребованности работы. В сравнении с децелями, если я рассматриваю децели и импакт-факторы журналов, где были опубликованы эти статьи, не всегда они соответствуют. И еще одно маленькое дополнение к импакт-фактору. В некоторых изданиях по некоторым гуманитарным наукам импакт-факторы могут не публиковаться из-за специфики цитирования. Там, где есть специфика цитирования, там импакт-фактор может не публиковаться. Это маленькое дополнение, ремарка. На основании чего определяется импакт-фактор? То есть, где его смотреть? Вот три базы, по которым можно определять импакт-фактор. И в каждой он будет свой. Это RINCE, это Web of Science и два раздела в Scopus. Вот этот самый SNIP и SGR, Semaga Journal Ranking. Вот в Scopus два таких подразделения, где вычисляется импакт-фактор. Причем для одного и того же издания, может быть, может здесь отличаться в зависимости от того, в Scopus, где мы это смотрим, здесь или здесь. Соответственно, импакт-фактор RINCE может отличаться от своей расчеты. У ВОЗа идут свои расчеты. У ВОЗ, импакт-фактор, вот он, JCR. Если по RINCE нам нужен импакт-фактор, то просто находим. Для Scopus два можно смотреть, SGR и SNIP. SGR рассчитывается для периодических изданий. Для ВОЗ, обращайте внимание, ядро ВОЗ состоит из семи баз. Поэтому, когда вам предлагают, а были такие вопросы, а вот рейтинг журнала такой-то по базе такой-то, а вот там Corel Collection или что-то еще, а будет ли это считаться как публикацией в Web of Science? Ну, во-первых, открывайте сразу список, входит ли эта база, где вы публикуете или вам предлагается опубликовать статью, в этот список в ядро Web of Science, условно говоря, ядро, является ли это его частью, тогда да, тогда входит. И смотреть, какой у него SGR. Соответственно, если он входит, то у него этот показатель должен быть написан, по крайней мере, на сайте самого издания. И тогда уже можно будет определяться, да входит или нет. Ну, и еще один способ защиты от попытки нарваться на мошенник. Для российского индекса цитирования есть два, и наверняка мы с этим сталкивались, есть аббревиатуры по РИНСу и по ядру РИНСа. Что это означает? Вот ядро РИНС – это те издания, которые включены в Web of Science, КОПОС или RSTI – Russian Science Citation Index. Если издание входит в ядро РИНСа, это очень хорошо. Тогда считается по RSTI – это российский индекс цитирования, это база данных самых, наверное, авторитетных российских журналов, которые были отобраны на основании определенных критерий, показателей своих библиометрических журналов и представлены на платформе Web of Science. Это составная часть ядра РИНС. Ядро РИНС – это лучшие публикации российских ученых, которые включены хотя бы в одну из трех баз данного научного цитирования. И есть такой момент, может рассматриваться в качестве альтернативы перечению журналов. Официально не знаю, говорить не буду, так ли это, действительно ли рассматриваться как альтернативы, или это только предположения, или некие планы. Но на официальном сайте RSCI, на Томас Рейтерс там об этом было в открытую написано. То есть, возможно, да. И ухождение в эту базу дает возможность непосредственно оценивать публикации российских авторов при помощи аналитических метрик, индикаторов Web of Science. То есть, если попали в RSCI и попали в ядро РИНС, то этот журнал, то это очень хорошо. Для полоскопусу. Два библиометрических показателя СНИП и SJR для сравнения журналов. У них есть свои плюсы, но есть и минусы. Они хороши для сравнения журналов, близких по тематике. А вот сравнение качества журналов из разных научных областей здесь они не дают полные картины. То есть, основными недостатками здесь является зависимость от области науки и произвольный временной отрезок публикационного окна и разные типы документов. В СНИПе. СНИП это показатель, который учитывает уровень цитирования в каждой научной области и может быть использован для сравнения публикаций в разных научных направлениях. А вот SJR это разработан университетом Гранады рейтинг журналов, учитывает не только общее количество цитирований, но и взвешенные показатели цитирования по годам и качественные показатели авторитетности ссылок. От импакта фактора отличается не сильно, но привлекает к себе большее количество журналов, публикации в свободном доступе в интернете, носят более открытый характер. Семага рейтинг, как раз тот самый ресурс, с которым мы тоже работали на одном из вебинаров, и которым можно спокойно пользоваться для поиска зарубежных статей для своих собственных публикаций. Переходя на сайты издательств, там очень часто лежат в открытом доступе большое количество статей, которыми можно пользоваться, которые спокойно можно давать ссылки в своих работах, в научных работах. Ядро рейтинг, это журналы «Включенный ВОЗ». Вот такую подсказку вам сюда, про то, о чем мы с вами только что говорили, вот я ее вам сюда как раз и вывожу. Вот он, двухлетний импакт-фактор по ядру рейтинг и с учетом самоцитирования и без самоцитирования. Если с двухлетними импакт-факторами, приведенного здесь в примере журнала всего более-менее хорошо, то вот здесь вы можете увидеть в ядро, в ядро этот, в e-library всю эту информацию можно посмотреть в аналитике журнала. То есть здесь не попала последняя колонка в кадр, к сожалению. Там появились первые данные за последние два года. Видимо, он уже вошел в этот список, имея высокие показатели здесь и там начали появляться. Ну вот сразу можно увидеть, что это журнал, который только-только включен в данную базу. Только вошел в ядро рейтинг. И несколько слов об универсальных показателях. Да, ну если возвращаться еще к журналам, то там есть и коэффициент самоцитируемости, и самоцитирование. Это показатель журнала, применяемый для оценки уровня самоцитирования журнала. Кстати, не очень хорошо, если коэффициент самоцитирования достаточно высок. Высокий коэффициент может означать, что журналу просто некого цитировать, кроме самого себя. А журнал относится, ну с другой стороны, это может говорить о том, что он относится к замкнутой, изолированной такой научной дисциплине. Но в любом случае низкое, а вот низкое самоцитирование тоже признак определенной проблемности журнала. Либо постоянно изменяющаяся область деятельности, либо отсутствие преемственности в его деятельности. И коэффициент самоцитируемости, если слишком высокое значение, это может говорить о малой заметности журнала. То есть приходится самим себя цитировать, а иначе никак. Допустимое значение считается где-то в пределах 30-35%. Если выше, то это опять же свидетельствует о проблемности журнала. Эти данные, кстати, вот в Семага, они есть. Можно посмотреть эти показатели. Ну и к журналам, да, наши любимые квартели, ранговые индикаторы, разделение журналов на 4 категории по 25%. Первый квартель, первые 25 журналов, самые цитируемые, самые авторитетные, в которые не прорваться. Пятилетние импакт-факторы и еще целый ряд показателей, он есть. Если кому-то это интересно, нужно и необходимо, то напишите, скажите, нужны ли вам эти показатели. Ну, в крайнем случае, в том списке, который я вам сегодня покажу, там эти данные тоже можно будет найти, но, правда, придется поискать. Они рассеянны по публикации. И еще несколько показателей, которые могут использоваться и используются. Так называемые серии универсальных. Количество публикаций – самый простой наукометрический показатель. Вот почему его относят к универсальному. Он может использоваться и для коллектива, и для отдельного автора, и для страны в целом. Зависит только от базы данных и количества проиндексированных в ней документов. Рассчитываться, опять же, мы можем либо за весь период, либо за определенные какие-то окна. И может это вычисляться для отдельных типов публикации. Монография отдельно, статьи отдельно, сборники отдельно. Видимо, поэтому он до сих пор сохраняет, несмотря на все свои минусы, сохраняет популярность. СИ-ситейшен – это индекс статистики цитирования. Это показатель, который характеризует востребованность публикации и зависит от базы данных и количества проиндексированных документов в этих базах. Тоже определенные временные окна, либо за какое-то, за время может рассчитываться. Формула здесь простая – сумма цитирования всех работ автора, либо организации, либо отдельной выборки, либо для журнала за указанный период. Но при этом есть и недостаток. Количество статей и качество отдельных работ он не учитывает. И этот параметр может быть очень большим. До десяток, сотен тысяч ссылок за счет публикации сообществ или за счет публикации с большим количеством авторов. Суммарная цитируемость без учета самоцитирования. Востребованность публикации без учета ссылок с работ самого автора. В остальном он аналогичен с суммарным цитированием. Такое подразделение. И нормализованная цитированность. Вот этот показатель используется для сравнения качества публикации. Среднее число цитирований работы нормализуется по среднему значению в данной области знаний и в данном календарном году. Как правило, единица соответствует среднемировому уровню. Но это если для международных баз брать. Для национальных, скорее всего, по национальным. При нормализации учитывается область знаний, год издания, тип публикации. И этот показатель показывает, насколько уровень данной публикации выше или ниже среднестатистического уровня. Для публикации текущего года он не рассчитывается. Формула здесь такая. Цитирование данной работы делится на норму, вычисленную как среднее. По данной тематике или области знаний в год издания работы. Не в текущий год, а в год издания работы. И если рассматривается группа статей, то сначала высчитывают вот этот показатель для каждой отдельной работы, а затем усредняют их по всей группе статей. К универсальному относятся потому, что может быть рассчитан и для автора, и для группы статей, для журналов, для организаций. В РИНСе цитируемость есть этот показатель, и мы его можем найти, когда посмотреть, например, статистику по отдельной своей публикации. Любой, если откроете, там внизу будет приведена цитируемость, нормализованная по тематическому направлению. В РИНСе она рассчитывается путем деления числа цитирований, полученных данной публикацией, на среднее число цитирований, полученных публикациями этого же типа, этого же направления, и изданных в этом же году. И вот этот показатель показывает, насколько данная публикация, насколько ее уровень выше или ниже среднего уровня других публикаций в этой же области науки. И этот показатель, он связан с последним, который также в РИНСе мы можем найти, ранговый индикатор ДЭЦель. Вот он используется для сравнения качества публикации. Определяется тем, попадает ли данная публикация, ну если говорить о группе, то группа публикаций, в некий определенный диапазон вот того предыдущего показателя нормализованное цитирование. И первый ДЭЦель соответствует, что статья попала в 10% лучших. Второй, это диапазон там в первую, второй ДЭЦель, это значит от 11 до 20% лучших и так далее. И, соответственно, раз он связан с предыдущим индикатором, то для текущего года этот показатель не рассчитывается. То есть вот эти два показателя, они рассчитываются на предыдущих, за предыдущие периоды, а в текущем году этот показатель прошлогодний. Данный параметр, его относят к ранговым, и для его определения делается разбиение списка рейтинга по нескольким равным долям. Здесь по десяткам процентов. И статья относится к определенной из них. Где эти показатели можно посмотреть? Вот сейчас покажу вам два примера. Без, естественно, без упоминания имен, фамилий и названий статей авторов, но могу сказать, что это единственное, что это два уважаемых, два очень уважаемых автора. И вот у одного из них дециль в рейтинге по направлению 2. Вот она нормализованная цитируемость по направлению 1 и фактически 2. Но зато смотрите, импакт-фактор журнала Вринц 1,3. Высокий, в общем-то, показатель. То есть журнал очень цитируемый. Журнал очень-очень с хорошим индексом. Но при этом входит в ядро Ринц. Вроде бы все замечательно, журнал просто шикарный. Но нормализованная цитируемость по направлению 1 и 2 и дециль в рейтинге по направлению 2. То есть статья, она входит где-то в 11-20% популярных, значимых, востребованных, лучших статей. Вроде бы хороший показатель. А вот теперь смотрите, ну вроде бы, да, и вот у нас и ядро Ринц, и импакт-фактор высокий. Вроде бы мы себе обеспечили высокий рейтинг по направлению. Теперь смотрите второй пример. Журнал в ядро Ринц не входит. Импакт-фактор вообще 0,2. Ну с натяжечкой 0,3, если округлить. Вроде бы очень, да, по сравнению с предыдущим примером, предыдущими показателями, очень низкие цифры, вроде бы должна иметь там вообще никакого дециля не иметь. Но нормализуемая цитируемость по направлению 3 и почти 4, 3 и 38. И дециль в рейтинге по направлению 1. То есть вот о важности, скажем. И вот да, она попала в десятку лучших статей. За счет того, что чаще обращаются, чаще смотрят, находят в низкоцитируемом журнале. Видимо там, да, действительно есть какая-то информация востребованная, нужная. Естественно, это не единственный вывод о качестве работы. Возможно, что называется, попали в струю, да, в мейнстрим, в поток. Как сейчас модно говорить, словили хайп, да. На волне какой-то наиболее актуальной темы затронули какой-то очень актуальный вопрос. И вот оно попало в мейнстрим. Может быть, да, но это надо уже смотреть дальше. Но самое главное, вот эта вот связка, когда смотрим и оцениваем качество статьи и количественные показатели, вот зависимость важности, скажем так, статьи от импакт-фактора журнала, не всегда они оказываются взаимосвязаны. Поэтому, если оцениваем не только количество, но и качество публикации, но имеет смысл обращать на сочетание различных факторов, различных индикаторов и индексов. А так как их сейчас становится все больше и больше, они будут добавляться и добавляться в те же рейтинги, и в те же аналитические базы и данные, которыми мы пользуемся, то придется их отслеживать и учитывать. Итак, коллеги, мы с вами добрались до завершения, до финала нашей сегодняшней встречи. Мы прошлись по трём, сделали такой краткий обзор, экскурс по трём группам наукометрических показателей. И перед тем, как попрощаться, сейчас я попробую, если у меня получится запустить рабочий стол, я даже не знаю, получится ли у меня это сделать. Сейчас попробую. Я вам попробую показать Показать вот тот список источников, которых я и при подготовке к этому вебинару, и не только сделала такую базу. Сейчас я попробую. Павел Юрьевич, идите к нам на помощь. Получится ли у меня запустить рабочий стол? Ага. Так, я тут. Вам нужно было появиться, для того, чтобы у меня открылось тушное окошко. Так, нажимаю нажать трансляцию. Ага. Так, вот. Вот, есть появилась страничка. Так, сейчас я посмотрю. Ага, да, есть, окей. Я сейчас перехожу обратно. Вот, коллеги, по источникам. Прошу прощения за бардак в хранилище. Я вам показываю сейчас с админского доступа, так сказать, в хранилище библиотеки запускаю, где у меня пока еще лежат стопки и связки. Все это еще не разобрано, но тем не менее, просто хочу вам показать такую штуку. Это ссылки на источники, то есть не сами полнотекстовые источники, а такая база, библиографическая база данных. Вот то, что я делала по показателям. Разделение на русскоязычное и зарубежное. Вот список зарубежных источников, посвященных наукой метрии, в основном связанные с разными показателями и индексами. Ссылки, работающие на каждую из этих публикаций, ну, попадаются иногда, да, при попытке перейти там, что-то не срабатывает, либо публикация может находиться в платном доступе, и, видимо, у автора, который, я же тоже по гиперссылкам и собираю этот материал, видимо, у автора, который ссылается на эту статью и приводит на нее ссылку, либо она попадается где-то в источниках, там, может быть, был платный доступ к этой статье, у нас его может не быть, поэтому вот некоторые из них, либо какие-то технические сложности, поэтому не все ссылки будут выводить на тексты. Я, конечно, стараюсь отбирать, но пока со временем не совсем получается, поэтому если кто-то будет мне еще подсказывать, да, что работает, что не работает, было бы вообще замечательно. Но, тем не менее, описание автора, название, опять же, пока не заморачиваюсь на точность библиографического описания, моя задача – это просто набрать эту базу для того, чтобы можно было ее использовать. Но здесь вот пока 36 источников, это еще не все внесены, и практически все из них имеют гиперссылки, и большинство из них – это переходы на сами тексты, то есть есть возможность читать сами тексты. Вот, кстати, те работы, о которых я вам говорила. Вот та самая первая статья Херша, например, о его индексе. И Толг, есть у меня? Да, вот Ричард Толг, один из, вот G-индекс, есть его статья, тоже можно посмотреть, познакомиться. И практически в каждой из них есть подробные разборы, анализ и формулы, варианты вычислений и так далее. То есть, что дальше по мере увеличения, пока у меня все в общем таком месте хаоса, но я буду разделять, например, по разным индексам, разные статьи, систематизация будет, либо фильтры поставлю, не знаю, как лучше. И русскоязычные источники, в основном это статьи, но вот обращаю ваше внимание на это издание, издание, очень интересный сборник, описание я его вам в чат тоже скину, в интернете можно найти, ссылку на него пока не поставила, что-то у меня система немножко ругалась на эту ссылку. С ней еще буду разбираться, но текст этого сборника, он есть. И вот, сейчас я попробую вернуться вот сюда и кинуть вам это описание. Очень рекомендую этот сборник. И вот эта вот статья Цыганова, краткая, в этом же сборнике она есть, но на всякий случай отдельно я ее вам дам. Это краткое описание наукометрических показателей, опять же с формулами и сравнениями, более подробно рассматриваются основные из тех показателей, про которые мы сегодня говорили. Так вот, это тоже я вам скидываю. Ну и здесь, что ж такое-то? И здесь вот пока, в основном за последние три года, 17-й, 18-й, 19-й, но есть и более старые, интересные публикации за предыдущие годы. Ну, попались, попались. В основном это периодика, в основном это статьи, но может быть они, даже вот 19-й есть, наиболее свежие. Для тех, кто занимается вопросами наукометрии, показателями, сам пишет статьи для того, чтобы иметь возможность сослаться на работу, либо воспользоваться материалами, и не тратить время на проведение поиска первоначального. Вот, просто делала для себя, но готова поделиться с теми, кому это необходимо, и открыть доступ к этим ресурсам, с тем, чтобы скачивать можно, вернее, там скачивать нечего, там переход по ссылкам. Ну, вот такой вот ресурс по наукометрии. Пока еще только по наукометрии, а потом, наверное, и по остальным темам тоже такие же ресурсы буду, буду, наверное, делать. Вот, собственно говоря, последний штрих к сегодняшней встрече. Екатерина Валерьевна спрашивает, в ресурсах нет данного списка для скачивания. Екатерина Валерьевна, в ресурсах данного списка для скачивания точно не будет. Я вам сейчас показала. Это будет отдельная ссылка, по которой я вам просто открою доступ. Ну, во-первых, я ее в нашей группе на Фейсбуке обязательно выложу, и по ней можно будет заходить и смотреть нужные источники. Во-вторых, попрошу Павла Юрьевича, может быть, на одном из следующих вебинаров, скорее всего, это будет в мае, просто дать еще раз эту ссылку или разместить ее в ресурсы, чтобы можно было по ссылке совершать переход для тех, кому это важно. Спасибо, Павел Юрьевич. Объясняю, почему. Сейчас открытого доступа пока еще нет. Сайт находится в стадии разработки и реорганизации, поэтому я со своего админского доступа вам просто показала, что такое существует, такое и есть. Для того, чтобы открыть в общий доступ, там еще немножко нужно доработать и задействовать программиста. обещали к концу майских праздников, но не к 13-му, а вот в промежуточке к 3-му, 4-му уже этот вопрос решить и доступ будет открыт. Ну а если раньше, тогда в группе всех оповещу. Да, нет, ну, если есть богатство, почему бы не поделиться, тем более это не тексты статей, а своих собственных, да, небольшая библиографическая выборка по теме. Поэтому вот так вот, коллеги, на сегодняшний день мы с вами нашу встречу заканчиваем. Всем большое спасибо за участие, за хорошее настроение. И мы с вами, наверное, прощаемся до следующих встреч, теперь уже в мае. Ну и в группе ждите ссылку на подарок. Всем хорошего настроения, хорошей пятницы, всем счастливо и удачи. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Татьяну за сегодняшний вебинар. Так, вас я тоже благодарю за участие. Хотел бы пожелать всем хороших выходных. А в конце апреля, в последнюю предпраздничную неделю, нас ждут два интересных вебинара. Не забывайте о нас, приходите, а мы постараемся сделать для вас интересные онлайн-мероприятия. Всего доброго. До новых встреч в Директ-Академии. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...